друзья привет часто когда мы проводим консультации по переезду в испанию обязательно папа задает самый главный вопрос а сколько же мне все это будет стоить сегодня в нашем видео мы разберем этот как раз самый главный финансовый вопрос хотите узнать сколько стоит жить в этом солнечном королевстве тогда вы по адресу меня зовут карина вальчук и я ведущий специалист агентства по делам иностранцев испании how to spain в этом видео я вам расскажу про три основные типа переезда и какие же расходы их сопровождают первый тип венджа который мы рассмотрим с тобой сегодня это переезд по студенческой визе рассмотрим переезд через языковую школу и через обучение в бизнес школе виза цифрового кочевника узнаем какие же расходы ждут тех кто решил работать удаленно и жить в одном из самых популярных уголков европы или стартап визу узнаем сколько же стоит запустить свой бизнес получить в нж на всю семью и благополучно жить в испании мы не только разберем подробно все необходимые расходы но также поделимся интересными фактами про испанию которые точно тебя удивят оставайтесь с нами до конца и вы получите не только ценную информацию но и полезные советы которые сделают ваш переезд проще и приятнее и не забывай в конце видео ты увидишь приглашение на бесплатную консультацию поэтому если ты готов к переезду в испанию поехали итак давайте начнем с одного из самых легких получений временного проживания в испании это студенческая виза если ты старше 25 ни в коем случае не расстраивайся испании можно учиться в любом возрасте итак вот основные расходы с которыми вы столкнетесь обучение в бизнес-школе или в частном университете от 5 до 12 тысяч евро в год государственные вузы от 800 до двух с половиной тысяч евро в год а частные школы изучения испанского языка от трех с половиной тысяч евро в год и до 12 тысяч если тебе кажется что изучение испанского языка не такая же интересная идея ты ошибаешься потому что испанский язык второй язык по количеству контента в интернете и обязательно поможет тебе стать лучшим специалистом дали присяжный перевод и подготовка медицинского сертификата два документа на присяжный перевод а это выписка из банка и справка о несудимости плюс медсертификат каждый документ по 50 евро страховка от 600 евро в год кстати агентство how to spend является официальным брокером поэтому ты получишь самые приятные цены и русскоязычное обслуживание жилье аренда квартиры в среднем стоит от 800 до двух с половиной тысяч евро комнату в аренду можно снять за 350 евро плюс коммунальные услуги интересный факт мадрид и барселона являются самыми популярными городами у студентов агентство how to spend может тебе предоставить сопровождение в получении студенческой визы в любом городе испании повседневные расходы на питание обычно уходит от 500 до 700 евро в месяц это в среднем но если в вашей семье много людей тогда будьте готовы к тому что это сумма может увеличиться следующая категория виза цифрового кочевника и вот что вам нужно знать присяжный перевод пакета документов на основного заявителя от 600 до полутора тысяч евро все зависит от количества документов количество листов и языки с которых вы будете переводить если ты хочешь узнать список документов для получения визы цифрового кочевника для тебя и твоей семьи обращайся к специалистам how to spend и мы с радостью тебе поможем и подскажем интересный факт испания все больше и больше развивает инфраструктуру для цифровых кочевников валенсия и малага основные направления куда переезжают удаленные сотрудники страховка и аренда остаются такими же страховка 600 евро в год на человека аренда от 800 евро и выше здесь кто на что гораздо месячный проездной билет на все виды транспорта стоит примерно от 30 до 60 евро в месяц валенсии например есть очень интересная акция по которой люди до 30 лет ездят на всех транспортах бесплатно интересный факт в испании активно развивается сеть каршеринга и по всему городу даже выстроены велодорожки что делает передвижение на таком вот типе транспорта еще удобнее испания славится своей кухне и в каждом большом городе есть несколько рынков где ты можешь купить свежие продукты по приятным ценам и касательно стоимости на одного человека сопровождение в получении визы цифрового кочевника 900 евро если ты хочешь присоединить также жену и ребенка это будет стоить полторы тысячи евро но у визы цифрового кочевника также есть маленький минус потому что ты показываешь большую заработную плату и с этой же зарплаты ты должен оплачивать большие налоги в испании так как мы уже сели я смогу сейчас обо всем рассказать более подробно первое и самый важный тип расходов это аренда жилья если у вас пока нет официальной работы в испании по приезду нужно будет рассчитывать на залог два месяца от месячной стоимости обычно этот залог вам возвращают в течение месяца после вашего выезда с квартиры пока проверят что нет никаких проблем что вы оплатили все счета за воду и свет все что остается вам возвращают также для аренды квартиры нужно будет скорее всего к сожалению оплатить месячную стоимость риэлтору в основном все квартиры сейчас идут только через них и третье это оплата за полгода или год наперед нужно будет общаться напрямую с собственником но пока вы не имеете официальной работы в испании к сожалению это единственный вариант и подпункт в данном разделе это коммунальные услуги за аренду квартиры коммунальные услуги могут быть от 100 евро и выше в зависимости от вашего потребления второй и важный пункт расходов если вы приехали с детьми это их образование государственные школы они бесплатные но там скорее всего ребенок будет учить и испанский и также у него несколько предметов будут на местном диалекте в испании есть шесть остальных диалектов в валенсии это валенсианский в каталонии каталанский ну и дальше по всем остальным областям частные школы в основном стоят около 800 евро в месяц также нужно рассчитывать на то что частные школы находятся за городом и придется ребенку или оплатить автобус туда назад ежедневно или возить его самостоятельно третий тип школ в испании это получастной школы не нужно пугаться это не значит что они стоят половину от частных в основном образование в получастных школах стоит до 60 евро в месяц какие же расходы нас ожидают если ваш ребенок будет учиться в получастной школе первое это разовый взнос при поступлении второе ежегодный взнос около 150 евро далее идет стоимость обучения примерно 60 евро в месяц покупка школьной формы 300 евро на полгода вот нужно купить таких два комплекта столовая 120 евро в месяц это без скидки от государства ее всегда можно запросить и ожидать дадут ли вам какое-то уменьшение по цене и самое основное это материалы взнос ежемесячный и также в основном в получастных школах есть специальная платформа она платно где-то 10 евро в год где вы сможете общаться с преподавателями и отслеживать успехи вашего ребенка частная медицинская страховка страхование здоровье от 40 до 150 евро в месяц зависимости от наполнения вашего полиса если страховка вам нужна для получения внж значит что на первый год нужно будет оплатить сразу всю сумму наперед начиная со второго года если вы хотите можно разбить на помесячную оплату но тогда за рассрочку вы будете платить от 4 до 6 процентов дороже ежегодно проезд и транспорт теперь более детально месячный проездной на автобус и вообще все виды транспорта от 30 до 60 евро разовая поездка в автобусе евро 50 покупка поддержанной машины от 2007 года выпуска до 2018 от трех с половиной тысяч евро до 10 тысяч евро также ежегодно нужно учитывать что техосмотр стоит 55 евро вот страховка на машину от 300 евро в год и налог на машину от 100 евро в год и выше в зависимости от вашей модели ну и немножко мужских деталей в которых я не разбираюсь топлива бензин один литр евро 57 центов дизель евро 40 такси будет стоить от 5 евро за поездку ночью и выходные тариф всегда выше и вот сейчас знающий человек мне подсказывает что эти цены которые только что сказала это касательно low cost of если мы говорим про какие-то большие заправочные станции есть магазин можно воспользоваться уборной там цены будут от евро 80 евро 90 и выше как мы обсуждали с вами ранее питание 500 700 евро в месяц и выше в зависимости от количества человек если мы хотим приятно провести время завтрак в ресторанчике или в кафешке вернее до 10 евро обед будет 10 20 евро и ужин от 25 евро на человека и выше стоимость чашечки кофе от евро 40 и до 2 евро в среднем но например в центре города валенсии есть места где ты можешь заплатить за чашечку кофе целых пять евро домашний высокоскоростной интернет 20-30 евро в месяц сотовая связь от 7 евро самые базовые пакеты 15 евро 20 евро в месяц и немножко подробнее про уход за собой стрижка мужская 15 евро стрижка женская от 20 евро маникюр от 20 евро педикюр чуть дороже от 25 евро и выше приятный массаж от 35 евро спортзал 27 евро на человека за 55 евро уже можно купить хороший семейный пакет и немножко более детально про страхование опционально страхование жизни 100 200 евро на человека при страховом капитале от 100 тысяч евро страхование на случай ухода из жизни чтобы снять хлопоты с родных 50 100 евро в год страхование недвижимости как арендатор от 150 до 300 евро в год это для того чтобы снять квартиру в аренду вам было легче страхование гражданской ответственности 75 евро в год и помните что агентство how to Spain официальный брокер и любой тип страхования мы разберем вот твою потребность и наконец стартап виза для тех кто планирует начать бизнес в испании и перевести благодаря этому свою семью юридическое сопровождение в помощи по подготовке бизнес-плана подачи документов и всего остального идет от 6000 евро и до 15 есть конечно варианты и от трех с половиной тысяч евро но здесь нужно внимательно смотреть потому что цена ошибки может быть дорогой испания входит в топ-10 стран европы по количеству стартапов также государство испании предлагает многие помощи и поддержки для новых стартапов также если ты планируешь инвестировать в один из стартапов который выстрелит в течение следующих трех лет обращайся к нам город барселона является большой частью стартап экосистемы там проводят много мероприятий на которых ты можешь найти своих инвесторов в испании предпринимательство поддерживается государственными и частными фондами что делает испанию особенно популярной и интересной между стартаперами поэтому если ты хочешь получить консультацию о открытии стартапа и получению в н же на всю твою семью обращайся к нам мы проведем с тобой ее бесплатно мы знаем все тонкости данного дела и готовы поделиться своими знаниями именно с тобой испания одна из самых солнечных стран европы здесь больше 300 солнечных дней в году это делает ее идеальным местом для жизни и работы если у тебя остались вопросы касательно переезда в испании не стесняйся обращаться к нам в любых социальных сетях с просьбой о бесплатной консультации специалисты агентства how to Spain с радостью тебе помогут выбрать оптимальный вариант с максимальным комфортом если тебе понравилось наше сегодняшнее видео и ты нашел его интересным ставь лайк и подписывайся на канал если ты с чем-то не согласен и такое тоже бывает пиши в комментариях а мы там с тобой вместе пообщаемся и конечно если ты хочешь переехать в испанию не забывай про бесплатную консультацию специалисты агентства how to Spain тебе поможет выбрать оптимальный вариант до скорой встречи в испании пока пока